МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Татьяны Трофимова. Смотрите сегодня. Общественное признание. Сегодня в столице Чуваши чествовали лауреатов ежегодной премии. Как за каменной стеной? Безопасность школ и детских садов – главная тема выездного заседания антитеррористической комиссии оперативного штаба. Китайские церемонии. В Чебоксарах продолжается международный фестиваль. В Чебоксарах стали известны имена лауреатов премии «Общественное признание». Традиционно награждаемых собирают в канун Дня города в Большом зале администрации. К конкурсу «Общественное признание» уже 11 лет. За эти годы в его фонде скопилось более тысячи имен победителей и призеров. И за каждым – социально значимый проект, интересная биография, важное событие и многое другое, из чего складывается жизнь города. А сегодня мы чествуем тех, кто много сделал для нашего родного города. По всем дневным трудам, из года в год, десятилетиями они работали на браке родного города и горожан. Леонид Черкесов, в прошлом глава города, лично знаком едва ли не с каждым в этом зале. Годы совместной работы он вспоминает с благодарностью и уверен. У нынешних горноначальников такая же верная и работоспособная армия единомышленников. Каждый ваш проект, ваша работа, она и становится успешной, и ее поддерживают горожане, потому что она настоящая, потому что, повторюсь, она идет от сердца, от четкого понимания любви к городу, в котором вы живете, к своим коллегам, к людям, которые живут в ваших дворах, к вашим соседям, к вашим друзьям. Среди лауреатов премии – врачи и педагоги, студенты и пенсионеры, творческие коллективы и производственные предприятия. Их всех объединяет естественное желание – сделать свою малую родину еще лучше, еще комфортнее и еще привлекательнее. Все, что можно сделать сегодня, не откладывайте нас завтра. В каждой номинации по правилам один победитель и два лауреата, и лишь в последние не было конкурсных мест. Народными героями безоговорочно признаны матросы, которые только за это лето спасли более 30 жизней. Я учил детей плавать в спортшколе «Спартак», сейчас она «Олимпийский» называется, бассейн. Ну и летом меня случайно пригласил товарищ поработать спасателем. Мне понравилось, и я стал с 2006 года работать каждое лето на пляже. Кажется, ничего особенного. Каждый должен так делать, помогать людям. Елена Гальперина, Валерий Резюков, Республика. Среди награжденных памятной медалью к 550-летию Чебоксар заместитель директора национальной телерадиокомпании «Чувашия» Елена Гальперина. Историк-архивист по образованию. Она автор многих презентационных фильмов о столице. Впервые в истории сегодня по всей столице Чувашии проходит единый день возложения цветов. Горожане отдают дань памяти и уважения знаменитым жителям республики. Героям, ученым, выдающимся деятелям культуры, увековеченным в мраморе бронзе-граните. Отлитый из бронзы, с открытой книгой в руке, он возвышается на постаменте. Памятник Чувашскому просветителю Ивану Яковлевичу Яковлеву знаком к каждому жителю республики. Отдать дань уважения и почти с память собрались школьники, студенты, общественники и волонтеры. Иван Яковлев, Андриан Николаев, Василий Чапаев. Эти и другие люди творили историю Чувашии и Чебоксар. В столице республики более ста памятников и мемориальных досок. Каждый памятник – это какой-то знак, символ, памятник говорит. Он застывший камень, но все равно говорит. Памятник еще дорог тем, что напоминает об истории народа, об истории республики. Такая акция прошла впервые, но в будущем может стать традиционной. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Павел Рядков, Республика. Комплексная безопасность образовательных учреждений в республике усиливается. Это оценка правоохранительных органов. Как защищают школьников от угроз сегодня на выездном заседании обсуждали члены антитеррористической комиссии и оперативного штаба. За крепкой спиной сотрудника частного охранного предприятия свыше 1200 учеников. Это самая крупная школа в муниципалитете. Видеокамеры здесь, на каждом углу у входа металлоискатели и турникеты, которые можно открыть даже отпечатком пальца. Незамеченным сюда никто не пройдет. Безопасность образовательных объектов для правительства региона – приоритет. С каждым годом состояние комплексной безопасности образовательных организаций, конечно же, улучшается. В целом, на обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности республиканских и муниципальных образовательных организаций в этом году из средств консолидированного бюджета Чуварской Республики выделено около 120 миллионов рублей. В настоящее время кнопками тревожной сигнализации оборудована 881 образовательная организация. Это около 98%. С каждым годом увеличивается количество организаций, оснащенных системами видеонаблюдения. Это количество составляет 796 образовательных организаций. Это чуть более 88%. В Республике прием к углядущему учебному году прошли все школы и детские сады. Проверка готовности образовательных организаций, как и в предыдущие годы, осуществлялась по целому ряду направлений. Это и состояние материально-технической базы, это и условия для медицинского обслуживания учащихся, это и готовность пищеблока, это и транспортное обеспечение. И, конечно же, вопросы безопасности. Безопасность образовательных объектов непланово проверили сотрудники МВД. Без замечаний не обошлось. В 14 школах имеется свободный проход в ночное время. То есть ворота есть, а ворота не запираются в ночное время, на калитке. Это, значит, в городе Чебоксары, в том числе, понятно, что, значит, столица республики 30-я, 38-я, 50-я, 56-я школа, значит, на Чебоксарске. Две школы после 22 часов позавчера, значит, зашли на Михайловскую школу цивильского района. Калитки открыты, освещение имеется только на крыльце, темень, значит, Туфсинская школа, 22-45, 22-30, Первомайская школа, калитки и ворота открыты. Нарушения необходимо устранить в сжатые сроки. Еще одна тема выездного заседания – реализация комплексного плана противодействия идеологии терроризма. Председатель правительства республики Иван Моторин поручил муниципальным властям усилить профилактическую работу, особенно в среде мигрантов. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов, Республика. Пожар в офисном здании, нулевая видимость и пострадавшие в подвале. По такому сценарию сегодня соревновались газодымозащитники противопожарной службы республики. Майдэй, 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 помогите, спасите, находите бухгарное совмещение, давление низкое. Группа получает сигнал «Мэйдэй», международный сигнал бедствия, аналог сигнала СОС в радиотелеграфной связи. По легенде, пожарных, которые тушили возгорание в подвале, отрезало огнем от выхода. Самостоятельно выбраться они не могут. Им на подмогу отправляется звено газодымозащитников. Как и в реальной ситуации, видимость практически нулевая. Маски участников заклеены свето-непроницаемой пленкой на уровне глаз. К тому моменту, как звено добирается до пострадавших, один из них уже не в состоянии передвигаться сам. Спустя несколько минут команде 41-й части поселка Кугеси удается доставить всех на воздух. Задание считается выполненным. Само сложное. Ориентируется слепое. Из знакомого помещения. Пандировку никогда не знаешь. Еще один сценарий. Пожар в офисном здании. Его имитирует этот лабиринт. По легенде, один из членов звена дыма газозащитников попал под урушение и потерял сознание. Еще один дезориентирован. Команда второй пожароспасательной части города Чебоксара выходит из лабиринта буквально за несколько минут до окончания отведенного времени. Сложнее дышать в этом приборе? Нет. Дело привычки. Выбранные этапы, максимально приближенные к реальным условиям. Самые сложные. Одни из самых сложных действий личного состава. Тушением непригодны для дыхания среде. Это подвальные помещения в условиях взрыва, завала, где личному составу приходится действовать в сложной обстановке. Последний этап – оказание первой помощи при ожогах, переломах, травмах от народных тел после взрыва. В этом году на уровне республики участвовали 20 команд. Победители представят Чувашию на соревнованиях Приволжского федерального округа. Ольга Пырочкина, Валерий Резюков, Республика. Стартовал прием документов на соискание специальных стипендий за особую творческую устремленность. Ежегодно поддержку получают тысячи человек. Занятых в самых разных сферах деятельности. Мои коллеги познакомились со стипендиантами этого года – братьями Сорокинами из Ядринского района. Братья Сорокин и Костя и Дима все делают вместе. В детстве вместе любили играть, теперь вместе работают. Оба механизаторы в колхозе «Ленинская искра». Свою работу я обожаю. Если бы я не любил свою работу, я бы сюда не устроился. Деревня чистый воздух, природа. А в городе я не знаю, что делать. В колхозе лучше. Сейчас надо зерно убирать, потом технику ремонтировать, к весне приготовить, потом на зиму надо заготавливать. Костя и Дима работают здесь уже три года. Оба пошли по стопам своих родителей. Сорокины старшие тоже работают в этом же колхозе. Своими сыновьями гордятся. За профессиональную активность и ответственность за желание узнавать и внедрять в работу передовые технологии, Дима и Костя удостоились специальной стипендии главы Чувашской республики. Сообщили нам, можно получить стипендию. И мы этому рады. Плюс еще зарплату, да? Плюс еще зарплату, да. В разные годы стипендию получали 14 тысяч человек. Вы тоже можете быть в их числе. Для этого нужно подать документы в Центр молодежных инициатив Минобразования Республики. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Бахтьяр Велиев, Республика. Настоящие мастера не только в работе, но и в спорте. Недавно завершилась спартакиада среди трудовых коллективов Республики. 20 команд оспаривали победу в 8 видах спорта. Самым сплоченным оказался коллектив сельхозпредприятия «Труд» Яльчикского района. У них в гостях побывала наша съемочная группа. Они не только показывают высокие производственные результаты, но и бьют спортивные рекорды. В СХПК «Труд» кто-то по-богатырски обращается с гирей, кому-то рукоплещут на беговой дорожке. В общекомандном зачете в спартакиаде среди трудовых коллективов они завоевали четвертое место. И помимо этого они заняли по волейболу, по армспорту, гирем и перетягиванием каната первое место. И соответственно кубки завоевали. Село Новая Тинчурина. У них и хоккейная коробка есть, и спортзал для занятий волейболом и другими видами спорта. И народ активно ходит в эти спортивные учреждения. Сама деревня, вот эти жители очень спортивные. Даже планерка у них проходит на свежем воздухе. Здоровью сотрудники сельхозпредприятия уделяют большое внимание. Ежедневно проводят физкультминутки, после работы обязательно тренировки, а затем массовые старты. Спортивные победы, говорят, отличный стимул для работы. Чем больше дружба в коллективе, тем работа быстрее и хорошо идет. Коллектив очень дружный. У нас хозяин коллектива очень любит спорт, любит свою работу. Я участвовала по плаванию. Но призовое место не заняли, но участвовали хорошо. У нас было двое мужчин и две женщины. Эстафета была. И по отдельности мы плавали. Механизаторы и техники, агрономы и овощеводы в один голос твердят. Спорт улучшает взаимоотношения в коллективе, дает энергию, дисциплинирует. Рифат Фаткулин, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Увидеть кукольные постановки со всего мира может на этой неделе чебоксарская публика. В столице Чувашии продолжается международный кукольный фестиваль «Карусель сказок». Спектакли показывают на большой и малой сцене театра кукол в зале Института культуры. Актеры-кукловоды выходят и на открытые площадки. Вчера на московской набережной показывали традиционное китайское шоу. Приветствуют и завораживают публику с огнем в глазах. Первый персонаж как конференсье созывает зрителей и готовит их к красочному шоу в китайском духе. Кукольные представления в Китае имеют многовековую историю. Это ремесло передается обычно от отца к сыну. Так и мистер Фай всех своих кукол получил по наследству от учителя и сейчас гастролирует по всему миру. Я приехала из Гонконга. Я занимаюсь кукольным шоу. В моем шоу три вида кукол. Ручная кукла, марионетка и растевая. Это три основных китайских традиционных стиля. Марионетки по-китайски называются сюаньси куйлей. В переводе куклы, висящие на шелковых нитках. Нити собраны на вагу, деревянную палку с перекладиной. Одной рукой кукловод держит рукоятку ваги, а другой перебирает нити управления. Самое трудное здесь движение ног. Именно по походке куклы судят о мастерстве кукловода. Очень интересно, как обезьянкой управляли. И мимика тоже очень интересная. Какое произведение, смысл есть, но недавно понять нам его бывает. Была представлена миниатюра о черепахе и зайце. Где черепаха обгоняет зайца. Вот это мы поняли. Шли мимо, увидели. И все. Вот ребенку вроде нравится. Китайская культура, не то, что наша. Интересно. Нам понравилось. Обезьянья, тренировка, кукольный бой. Миниатюры завораживают и удивляют. Показывая представление, мистер Фай раскрывает секреты своего мастерства. Разминает с детьми пальцы. Ловкость рук и никакого мошенничества. Мне очень понравилось, где он на шариках играл, он перекидывал шарики из рук в руку. И еще мне очень понравилось, где он дрался с куклами. Он взял две куклы и они очень смешно драли. Для юных зрителей Чувашии участники международного фестиваля «Карусель сказок» в течение этой недели покажут не менее 30 шоу-программ. И каждая о своей родине, людях и куклах, живущих там. 24 августа Чебоксары не только отметят 550-летие, но и присоединятся ко всероссийской акции «Ночь кино». Показ фильмов начнется в 20 часов одновременно на 100 площадках по всей стране. Фонд кино провел всенародное голосование за кинокартины, которые зрители хотели бы увидеть. Лидером стал фильм «Балканский рубеж» режиссера Андрея Волгина. На второе и третье места заняли российские комедии «Домовой» и «Полицейский срублевки. Новогодний беспредел». В Чебоксарах пока состоится в сквере защитников правопорядка по адресу улица Карла Маркса, 52А. Вход свободный. Это все новости на сегодня. Я, Татьяна Трофимова, с вами прощаюсь до завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова